Но если ты видишь, что ничего не угрожает твоей жизни, ты держишь его на мушке, у тебя огнестрельное оружие, он безоружен, у него нет оружия, он на тебя не нападает, зачем его убивать? Даже если мы предположим, что он не знает языка, просто вот так вот она, вот поворот, например, налево, вот она идет сплошная линия, ты, значит, поворачивая, не дай бог, ты передними колесами правильно повернул на заднее левое колесо, маленьким участком твоего колеса, протектором, ты так немножко на уголок этой сплошной линии так наехал, камера это зафиксировала, все, лишение прав. Так, Мозарилов говорил, что в США лучше отношение к мусульманам, чем в РФ, что думаешь? Ну, в США, я думаю, сто процентов отношение будет, ну, давай не так, не отношение лучше, а, скажем, мусульмане чувствуют себя более защищенными в Америке, чем в России, вот так вот скажем. И на этой неделе пришла информация о том, что в Соединенных Штатах Америки был убит чеченец. Рамзан Дараев, в штате Северная Каролина произошел этот инцидент, и я, в общем, интересовался темой. Оказалось, что в Америке, это же вы понимаете, что Соединенные Штаты Америки это такое место, где законы очень сильно отличаются от привычных нам, особенно людям, для людей, живущих в Европе. В Европе в Америке, в америке, в странах. В общем, инцидент там произошел таким образом. Этот парень чеченец работал на какую-то компанию, телекоммуникационную компанию, которая проводила интернет в этом штате. Этот сам штат такой бедный, видимо, там только сейчас проводят интернет во многих населённых пунктах. И, в общем, получилось так, что он какую-то работу, видимо, он то ли не успел, то ли он должен был там что-то отфотографировать, для чего-то скинуть. В общем, он оказался на частной территории и был вроде как не... То есть у них у этих работающих там должны быть какие-то опознавательные жилеты, что-то такое. А он, видимо, был без этого жилета, в общем, оказался на частной территории, а хозяин этой территории, увидев человека у себя на территории, взял то ли ружье, огнестрельное оружие и, в общем, убил. Состоялся там диалог какой-то, не состоялся. В общем, разные есть на эту тему версии. Из того, что мне стало известно, он что-то там, значит, сказал, тот плохо вот делал английским языком. Короче, в итоге он его убивает. И полиция в протоколе происшествия, полиция, значит, убийцу указывает потерпевшим, убитого подозреваемым. Ну, естественно, это для, опять-таки, для нас это очень возмутительно выглядит. Человека убили, убийца становится жертвой, а убитый преступником. Но, видите, закон в Соединенных Штатах Америки работает таким образом, что ты на частную территорию, если тебе кто-то пришел, ты можешь его пристрелить. И ты будешь реально по закону, ты будешь выглядеть потерпевшим, потому что это произошло на твоей территории. И вроде как, вот так посмотришь, ну, закон законом, да, с точки зрения закона, может быть, это так и выглядит. Но непонятным остается все-таки вопрос, если ты видишь даже на своей частной территории, ты видишь человека, который, допустим, да, оказался там несанкционирован, да, на нем, может, пусть на нем нет никаких опознавательных знаков. Но если ты видишь, что ничего не угрожает твоей жизни, ты держишь его на мушке, у тебя огнестрельное оружие, он безоружен, у него нет оружия, он на тебя не нападает, зачем его убивать? Даже если мы предположим, что он не знает языка, вот он ничего тебе не может объяснить, почему он там оказался, ну, оказался он на твоей территории. Это вот представьте, это как в твоей квартире, допустим, сегодня кто-то оказался, и ты видишь, что он абсолютно для тебя безопасен, при том, у тебя еще есть ствол. То есть даже если он вдруг, там, что-то захочет на тебя напасть, ты можешь его просто убить, ну, или ранить, там, обезвредить его. И в этой ситуации убивать человека, это все равно, я не могу это принять, для меня это очень неприемлемая такая, в общем, ситуация. Там, насколько я понял, там еще идет следствие, то есть этого потерпевшего по делу, то есть убийцу его допросили и отпустили. То есть он вернулся себе домой, его не арестовали, но сам этот процесс, он еще идет, по всей видимости, там, наверное, еще будет суд. В общем, мы наблюдаем за этой ситуацией, будем наблюдать, посмотрим, что они в итоге по этому поводу решат. Ну, в общем, это для тех наших людей, проживающих в Соединенных Штатах Америки, это напоминание, что нужно учитывать вот этот момент, что вас могут просто убить или причинить вам бред, если вы находитесь на частной территории. И для меня, например, очевидно, что этот человек просто превысил меры самозащиты, он не должен был убивать, он не должен был стрелять. И это очень странно, на самом деле, работает этот закон, это издевательство над законом, на самом деле. Это такое ощущение, что человек просто мечтал кого-то пристрелить, и когда на его территории оказался человек несанкционирован, он его просто, он просто исполнил свою мечту, понимаете? Это выглядит, знаете, как вот в России, когда ты, ну, есть правила дорожного движения, ты не можешь пересекать сплошную линию. И очевидно, что этот закон, точнее, это правило дорожного движения, оно разрабатывалось для того, чтобы люди не выезжали на встречную полосу, ну, либо иную полосу, которая разделена сплошной линией, чтобы, выехав, допустим, на встречную, чтобы не столкнуться лоб в лоб с другим автомобилем. Или, например, на перекрестке бывают, да, эти, до того, как, ну, незадолго до начала светофора, допустим, бывает сплошная линия. Опять-таки, чтобы ты в самом опасном месте не начал там какое-то перестроение. То есть это делалось для того, чтобы предотвратить ДТП, обезопасить людей. Но что начали с этим делать российские менты? Они начали использовать этот закон в своих корыстных целях. Когда ты, для живущих в России, это просто жиза, да, когда ты, например, нечаянно, просто вот так вот, вот она, вот поворот, например, налево, вот она идет сплошная линия, ты, значит, поворачивая, не дай бог, ты передними колесами правильно повернул на заднее левое колесо, маленьким участком твоего колеса, протектором, ты так немножко на уголок этой сплошной линии так наехал, камера это зафиксировала, все, лишение прав. Это, ну, это прецедентов полно. Со мной было такое на блокпосте Беслан в Северной Осетии. Когда я, не подозревая ничего, не думая, что я должен там прям настолько как огня опасаться этой сплошной линии, я повернул и задним колесом там чуть-чуть вот буквально протектором так зацепил. И мне показывали потом это фото, ты наехал, а вот закон, хочешь ты того или нет, вот по закону, да. И вроде бы по закону он прав, но по сути он не прав, потому что закон не для этого делался, не для того, чтобы ты не мог там кусочком своего протектора зацепить, не для этого делался закон, закон делался для того, чтобы предотвратить возможное ДТП. Вот здесь вот такая же ситуация, вроде бы закон позволяет на твоей территории применять даже оружие для своей безопасности. Если тебе угрожает, если на твою территорию кто-то проник и пытается причинить тебе вред, там, твоей семье, и в этой ситуации тебе закон разрешает открывать огонь на поражение. Но это, на мой взгляд, это такая типичная история, когда этот американец сделал то же самое, что делают российские менты. Он просто превысил эти полномочия, неправильно это назвать полномочиями, превысил дозволенную меру самообороны и просто убил человека. По всей видимости он мечтал, видимо, совершить этот акт, убить человека, применить это оружие. И, в общем, когда у него появилась такая возможность, он это сделал. Точно же, как менты, появляется возможность заработать. Они ведь не для того, чтобы лишить тебя права, это делают. Они начинают тебя шантажировать, там, давай, мол, если не хочешь потерять права, заплати и уезжай. Потому что чеченцам в США нет зеленого света, как в России. Если бы вас тут Путин не покрывал, тут бы вам тоже маслины в лоб пускали за ваш беспредел. Ну, дождетесь того момента, когда Путин не будет покрывать и попуская эти маслины. Я тут, я не знаю, что вам даже посоветовать. Просто чеченцы по России жили, работали и действовали задолго до Путина и при Ельцине. И разные периоды, очень сложные периоды для нас были. Но никогда не было такого, чтобы, как ты говоришь, вы нам пускали маслины. У нас всегда были проблемы с властями российскими, всякие ваши спецподразделения, кто только там с нами не боролся. Но вот с обычными людьми проблем никогда не было. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»